Сны фараона и выход Иосифа из темницы Приход семьи Иосифа, то есть братьев с целью покупки зерна Непонятная нам или может быть неприемлемая для нас игра Иосифа с братьями Имеется в виду вот эти странные поступки, которые он совершает Почему я говорю неприемлемые для нас? Потому что никто из нас, ну давайте так Все мы как бы знаем, что происходило, чем это закончилось, чем-то хорошим И вроде бы как успокаивается Но никто из нас не представляет себя в роли того, кто Ну какого-то там ближнего или родственника Каким-то образом будет так напрягать, да? К примеру, подложит свой телефон, сумочку соседу А потом на выходе его обыщет Мы видим, что Иосиф называет их соглядатами, разведчиками Заключает их под стражу Оставляет в заложниках одного из них Шимана С требованием привезти младшего брата Вениамина Тайно возвращает их поклажу Тайно возвращает в их поклажу средства, за которые куплено зерно Потом происходит тяжелый разговор братьев Иосифа с отцом Яковом И отказ Якова отпустить Вениамина Этот вопрос немного стоит на паузе Потому что Писание нам говорит Что на этом как бы они разошлись До тех пор, пока не исчезли те продукты, которые они привезли Этот вопрос стоит на паузе до тех пор, пока опять не заканчивается еда Второй поход в Египет за продовольствием становится острым Второй тяжелый разговор Якова с сыновьями, которые отказываются идти Говоря, что им дали ясно понять, что без Вениамина в Египте делать нечего Далее мы видим приход всех братьев в Египет Эмоции Иосифа, которые он сдерживает с трудом Опять неприемлемое для нас с вами поведение Иосифа Когда он приказывает подложить свой кубок Вениамину Самому младшему брату с целью задержать у себя Вениамина Ну и в следующей недельной главе мы будем читать про хэппи-энд Который случился в жизни Якова и его сыновей И как следствие у всего племени в будущем народа Израиля Поговорить сегодня хотелось бы Знаете о том, что Писание нас часто Ну как бы впечатляет, касается нашего сердца Я не знаю вас всех, вы меня простите Но предположу, в принципе, в моей жизни так было И может быть сейчас так и происходит Что все мы как бы разное время знакомы с Богом Или как это, какой-то стаж некий такой Когда мы верующие, ходим в церковь, читаем Писание У нас складывается какое-то понимание И мы во всех этих временных периодах по-разному смотрим на происходящее Однозначно нас все как бы впечатляет очень сильно Касается нашего сердца Например, жена сказала, что вот следующая глава вообще Она такая для нее сентиментальная Когда этот хэппи-энд он произойдет Знаете, мы все будем плакать, вытирать слезу, радоваться За Иосифа, за братьев, за Якова За то, что все так хорошо случилось И это касается нашего сердца Но знаете, мы всегда проводим параллели как бы на свою жизнь Кто более, так скажем, склонен к традиционному иудаизму Тот понимает, что везде каждая недельная глава Каждый какой-то отрывок Он вроде бы должен нам подносить какой-то урок И в принципе, тут даже возможно ничего не понимать Можно открывать различные комментарии Слушать различных раввинов В том числе, может быть, вашего рэба И сам вот этот богатый массив вот этой информации Он нам дает, опять же, различный выбор Как понять эту главу Какие выборы и какие выводы сделать И какой урок нам из этого вынести Я честно вам хочу сказать Я частенько тоже ознакомлюсь Но честно скажу, я не всегда согласен с мнением Может быть, какого-то одного, второго, третьего Авторитетного, признанного миром мудрецами И для меня это все просто объясняется Не потому, что они неправы Потому что для меня, ну как бы в данный момент В мой период жизни В мою голову, которая имеет Ну какие-то знания, познания В мое состояние души Это сейчас просто не вкладывается Поэтому я как бы, ну, отодвигаю Говорю, ну, я по-другому немножко смотрю на эти вещи Но все мы люди, все мы одинаковые И тем не менее мы, знаете, как бы берем Некий такой пример В Брит-Хадашауном завете Апостол Шауль, Рав Шауль Говорит такие слова Подражайте мне, как я Христу Всем знакомо, да? Ой, это, наверное, будет долго Ну, давайте коротко В чем подражать? Мы сами выбираем Мы видим текст, да? Подражайте мне, как я Христу В принципе Ну, можно сказать, правильно Как бы написано То есть Шауль познал Христа Хотя не видел его, но как бы в жизни Не учился у него, не здоровался с ним Он как-то его познал Познал его учения Познал то, что Всевышний открыл ему Через знание Торы Через то, что скорректировал Иешуа И он говорит Подражайте Подражайте чему? Действиям? Поступкам? Правильно? Но очень часто под Под этим соусом мы можем Выдавать свои какие-то желания Или там манеру поведения Ну, потому что это вот Ну, вот мы делаем хорошее Мы как-то Как бы знаете Я вам сразу скажу Я более такой склон Человек Не сильно к мистике Но более к Такому банальному объяснению Может быть Какой-то психологии Там К анализу Поэтому Наверное, я совершал тоже поступки Какие-то вдохновенные Но С временем С опытом Со старостью Можно сказать Я уже смотрю Немножко по-другому На эти вещи Поэтому Со своими детьми С сыновьями С тем С кем я вижусь У кого На меня может Бы На кого у меня Есть какое-то влияние Я стараюсь Ну, как бы Корректировать В более здравом русле Эти все вещи И вот знаете Здесь вот эта глава Она пропитана Как бы Некими такими чудесами Которые мы до конца Не можем понять Но Прочитав все И узнав Что как вышло Мы делаем вывод Что так Нужно было Чтобы так происходило Да И в принципе Сам Иосиф Это уже Да Это в следующей уже главе Он говорит такую фразу И послал меня Всесильный впереди вас Чтобы дать вам Достаток на земле И возможность дожить До великого спасения То есть мы понимаем Что в принципе Весь этот комплекс мероприятий Который произошел Он был как бы Ну, знаете Предопределен всевышним Что Иосиф Хотя через такие странные обстоятельства Был туда направлен Чтобы подготовить почву Когда произойдет голод На всей земле Ну, давайте скажем Более дерзко Да Для того, чтобы Яков Его сыновья И все племя Израиля Которое существовало На то время Они не умерли с голода То есть Им была доставлена помощь от Бога Может быть В этом вопросе повезло В том числе и Египту Но мы люди Когда мы пришли Давайте вспомним К Всевышнему Ну К формулировкам Не цепляйтесь Я могу по-разному сказать К Всевышнему Пришли к Богу Пришли к Иисусу Пришли к Иешуа Не важно Когда мы были мирскими людьми Но познакомились Да Каким-то образом Наша жизнь была наполнена Обилием просто чудес Согласитесь Да Для нас все было так Ну Ух Ах Вышел на остановку Помолился Автобус идет Когда они не ходят По расписанию Там все вопросы решали Все отлично И я думаю Что все вы знаете У нас одно Наверное устойчивое мнение Что мы были тогда Некими такими детьми И как бы Всевышний нас носил на руках Да То есть Все Хочешь конфетку На конфетку Хочешь это На это Решались многие вопросы Исцелялись люди Освобождались люди От долгов От каких-то кредитов От проблем Ну В те времена Если 90-х Кто помнит Тогда вообще была проблема Ну как бы с зарплатой Люди бедствовали И тем не менее Ну вот на сегодняшний день Каждый из вас знает Сколько он сидит На этом стуле Либо на других Стульях Сколько он провел Времени В Боге Так скажем В знакомстве с ним В познании его И согласитесь Мы уже по-другому Немножко смотрим На вещи Но я хочу сказать Что не все И поверьте Я как бы даже Не знаю многих людей Но Я знаю эту систему И очень часто Мы как бы Можем застревать В этом вопросе Даже наверное Правильнее сказать Знаете Не застревать А начинаем формировать В себе Некое понимание Как должно происходить У Бога Что так должно быть Всегда Что мы вправе Надеяться на чудо Рассчитывать на него Кстати я там В заголовке написал Надеяться Или рассчитывать Как бы Ну вот в чем вопрос Знаете Вот Рэба Ваш молился Стоял здесь И просил Исцеления Просил Как бы Чуда И я на 100% Согласен С ним Что Нам нужно чудо Нам нужно Чудо В исцелении Внучек Рэба Нам нужно чудо В заканчивании Этой войны Нам нужно чудо Там В исцелении Во многих вопросах Которых я не знаю У каждого свой Нам нужно чудо Но мы должны понять Что Чудо Это Это некое такое Мистическое решение вопроса Так его назовем Тогда Когда мы бессильны Согласитесь Да Тогда Когда мы ничего Не можем сделать Мы можем молиться И наверное Правильнее сказать Надеяться на чудо Но Никак не рассчитывать Потому что Если мы рассчитываем На чудо Это говорит о том Что мы его Как бы планируем Это может происходить У нас Когда мы Ну как бы Извините Немножко глупы В Ешуа Машехе Когда Это может происходить У молодежи Когда допустим Мы можем пойти В банк Брать кредит Потому что Ну как Всевышний как-то усмотрит Он же мне Вчера помог Совершил чудо Или Мне пообещай Работу Вот Кстати Традиция Иудаизма Она как раз Запрещает Именно Рассчитывать На чудо Вы знаете У нас с вами Стоит Ну как бы Простая задача Можно сказать Так В Брит Хадаша Написано Что Ешуа послал Нас Говорит Идите Проповедуйте Евангелие Да Несите Благую Весть Опять же Это Ну как бы Можно сказать Фраза Из контекста Мы можем Идти Людям Рассказывать Говорить Ешуа вас любит Приходите в церковь Бог решит Все ваши вопросы Там Еще что-то Он вам сделает Он вам поможет Но Когда мы Немножко Мудреем Когда мы Немножко Уже Почитали Писание Мы понимаем Что Не все так Просто Сказать Можно Но люди Словам Уже давно Не верят Люди Верят Поступкам И вот Здесь Мы Вспоминаем Долгие Дебаты Которые Происходили Будут Происходить Между тем Между Верой Делами Помните Да Шауль Говорит Покажи Мне Свою Веру Без дел Шауль Говорит Я правильно Сказал Вы Меня Контролируете А я Вам покажу Веру Свою Из дел То есть В делах У вас На футболках В вашем Лагере Вот я Помню Было Написано Две Фразы Люби Бога И Люби Людей Да Один Уважаемый Мною Равин Извините Родом Из Одессы Кстати Проживает В Израиле Руководитель Общины Он сказал Такую Фразу Однажды Я слышал Что Лучшая Реклама Религии Это Твое Отношение К людям И вот Если мы Живем В мире Ну как бы Таком Неком Придуманном Нами В мире Чудес В мире Всего Чего-то Такого Знаете Возвышенного Но Пренебрегаем Простым Там Улыбнуться Поздороваться То есть Туда Где Дотягивается Наша Рука Это Наши Соседи Это Наши Коллеги На работе На работе Это Не знаю Магазин В который Мы ходим Постоянно Если Нас Там Не знают Как верующих Людей Если Нас Там Могут Знать Как Пример Там Несповна Розуму Иметь Такое Представление Скажите Будут Слушать Наши Слова Нашу Благую Весть Нет То есть Основная Задача Получается Что Тора Она Меняет Меня Лично И Тебя Лично Для Того Что Я Там Где Я Стою Нахожусь Проживаю Временно Или Постоянно Я Был Каким То Светом Этому Меру Не Я Кстати Не Силен В Библейской Терминологии Я Как бы Предпочитаю Простым языком Разговаривать Чтобы люди Видели Что ты Хотя бы Нормальный Надежный Человек Который У тебя Ничего не украдет Который Поможет тебе Если нужна Будет в этом Твоя помощь И так далее И Люди Сейчас закрыты Не происходит Это так Что Ну вот Я просто Хороший И Как-то Об этом Должны догадаться То есть Мы всегда Делаем поступки Протягиваем Какие-то Подарки С кем-то Общаемся Кого-то Поддерживаем Так сказать Знакомимся И тогда Только люди Узнают Какие мы На самом деле Если же Мы У нас Наверное Есть это Когда мы Соприкоснулись С чудесами С пророчествами С видениями С наведениями С такой Извините за выражение Ну как бы Некой для нас Мистикой И часто Это у нас Может производить Такую Такое Действие Что мы Как бы Знаете Вот Ну как-то Не знаю Почему-то Ну как-то Лучше Или причастнее К всевышнему Но я вам хочу сказать В своей жизни Видел очень много чудес Слышал Очень много Пророчеств Например Одно из них Еще до событий Там 13-14 года Я даже не помню Уже Наверное В каких годах По поводу Нашего города Было неоднократно Там пророчество Человека Что И там Камня на камне Не останется Город будет разрушен Танки будут ездить По улицам И так далее Вот Я услышал Это пророчество Я не сказал Что ты не прав Ну Тот кто пророчествовал Что это неправда Так не будет Кстати Уважаемый человек Говорил Мы все послушали Сказали Ну Как бы да Мы услышали А что изменилось Анализируя свою жизнь Я Ну как бы Знаете Хорошо Потом Да Вот если бы В это время Я бы поступил по другому Я бы может быть Уговорил маму Там продать нашу квартиру Которая на пике У нас город Не Одесса конечно Но на пике допустим 100 тысяч долларов Можно было за нее выручить Собраться Уехать куда-то В тихое место Да Куда-то в Карпаты Там В Одессу Или еще где безопасно Жить Поживать И добра наживать Но тем не менее Мы этого не сделали Мы также продолжали жить В 14-м годах Начались Ну уже Там Танки Беспредел Обстрелы Сейчас В 22-м году Это как бы Ну Вообще на пик Вышло Что изменилось В моей жизни Ну как бы Мы можем сказать Ну мы узнали Что среди нас Был пророк Да Ну мы это и так Знали например Ну по поводу Того человека Но я говорю о том Что Мое соприкосновение С чем-то вот таким Ну Мистическим Что оно изменило В моей жизни Ну как бы По сути ничего Положа руку на сердце По крайней мере В Как это В материальном плане Да Мы остались живы Слава Богу Сели на свои машины Как-то выехали Сейчас Это у вас Например Куда закинет нас Завтра Неизвестно Но Я хочу сказать о том Что Можем ли мы Надеяться Или рассчитывать На чудо Мы можем Знаете В таком типе мышления Немножко застревать И И всегда проигрывать Потому что Чудо Оно будет приходить Тогда Когда Всевышний решил Его послать Когда оно нужно Когда мы не можем Ничего сделать Когда мы верим Когда мы молимся Когда мы ходатайствуем Друг за друга И пусть Эти чудеса Они происходят Но рассчитывать На них Это знаете Как бы планировать Или указывать Всевышним Нам нужно сделать Мы не можем И До тех пор Пока мы будем В такой форме мышления Пребывать В нашей жизни Наверное Будут происходить Только потери Поэтому Давайте любить Бога Давайте любить людей И запомните Что Ваше Мое отношение К людям Это лучшая реклама Любой религии Редактор субтитров